Дорогие друзья, дорогие любители и поклонники Generals Zero Hour и модов на Generals Zero Hour. С вами канал Бляр ТВ. На ваших экранах мод 2 мировая война на генералы. И прежде чем мы начнем, я бы хотел сделать небольшой анонс. 10 декабря стартанет турнир по этому моду 1 на 1. Это будет Fast Cup, так что регистрируйтесь. Ссылка будет в описании на Кибербаттл. И у кого будет желание проспонсировать этот турнир, тоже были бы очень рады на самом деле вашей помощи. Пока этот турнир без призового фонда. Но там уже регистрация идет, игроки реагаются, так что заходите по ссылочке в описании и регистрируйтесь. Буду я играть, будет Стас играть, будет интересно, будем все это стримить. Ну а сейчас я буду играть за Германию, Фуфа на обороне. В прошлый раз мы это делали за Советский Союз, я читал комментарии, большинство людей попросили Германию. Так что пишите обязательно в комментарии, сыграть дальше за японцев или за союзников. Союзники это смесь США и Великобритании. Германия, Германия, Германия. Поехали. У нас Фуфа, соперники 5 безжалостных потов, все очень серьезно. И я предпочитаю за немцев играть, наверное, в более дорогую технику, но жесткую. Тут у нас будет выбор, тут будет выбор, это войска Вермахта, вот. То есть техника более дорогая, но она будет сильнее. И есть Блицкриг, стратегия. Эта техника будет стандартная. Ну, не такая, может быть, мощная, да, в каких-то моментах. Но зато по цене она будет более-менее норм. Но я выбираю все-таки подороже, но покруче. Так, вышки будем сразу забирать. Боты меня окружают, они повсюду. Интересно, кому что упало, но мы будем защищаться обязательно здесь. Я попробую в нагло здесь позицию взять, может быть, получится. Между мной и соперником для добычи. Сюда на расчетную казарму влеплю, сразу, чтобы забункериться. Не знаю, позволят мне это сделать, не позволят. Можно попробовать кого-то зарашить. Я в прошлый раз, кстати, пытался, за советов играя. Но как-то там мне показалось, не совсем удачно это вышло. Так. И карта там была, можете сказать, более интересная на восьмерых. Но я решил именно на оборонке сыграть в этот раз. Так. Ага. Больше пехоты. То есть здесь ботом до меня ближе идти. И в теории может быть сложнее. По всей теории. Даю сразу завод. Малую фабрику. Окей. Эти ребята чисто разведка. Как здесь дом. Все. И вот здесь попытаться соплай поставить. Надеюсь, он будет копать и работать. Так, а я соплтагмент заказался нормально. Угу. Так. Переберем в гушке. Но боты пока на нейтральные позиции не идут. Так, надо сесть. В этот дот. Хороший дот. Крепкий немецкий. Можно еще парцена сюда посадить. Я коплю на соплай. Все. Деньги должны быть на соплай. Да, полторы тысячи. Ставим. Отлично. У немцев в плане разведки все проще. Можно сделать разведывательный бронемобиль. Не нужно строить отдельные здания для этого. У нас есть в активе еще средние позатанки. Есть ПВО. И противопехота тоже очень хорошее средство. Но я хочу дать фил. И поставить технологический центр. То есть для этого нужен фил и завод. Так. Делаем еще добычика. Все. Уходим этим дозером. Боты там пока между собой возможно месяца. Но тут на самом деле... Ох. Кто-то сел в мой бункер. Тут не стоит расслабляться. Они в любой момент могут прийти. И нагнуть. Я уже проверял. Так. Ну пока движки наверное не будут никакие учить. А вот переход к производству более поздних модификаций танков ПЗ-3. Это можно сделать со старта. Ко фиг. Чтобы более мощные ребята у нас были. Добыча-то денег идет все равно. Так. Давай побольше пехоты. Вот там уже пошли. Там уже пошли. Так. Ну Грейт блин долго делается. Я надеюсь я справлюсь. Я кстати в повышениях возьму еще на танки Грейт. На танки на лычке точнее на танки. Это кто? Это Японец. Да. Это Японец. Он причем сюда сел. Возможно слева Японец находится. Опасненько. Так. Ну и технологический центр Стаймон стоит. 3500. Вроде все хорошо. Я думаю что... Поставлю сюда просто дот. Именно сейчас. На этот холм. На всякий случай. Так. Вышла у нас мини-карта. Неплохие кстати. Вот союзные считается. Истребители тут очень крутые. Да. И воздух. Но у немцев тоже очень все неплохо. И бомбардировщики очень мощные у немцев. Кстати по повышению мне кажется... Мне нравится что с третьего ранга... Даже со второго ранга уже будет доступна сковровка. Да. Как я вовремя дал дот. Прямо. Можно еще дать дот. Вот сюда на пол. Эффективнее что было. Там еще и подрывники бил. Боже мой. Надо подрывников бить. Подразделение потеряно. Ага. И сверху это союзник как раз таки. Боже мой. Все. Меня начинает со всех сторон глючить. Нам надо больше... Не дали здесь. Больше дозеров надо. И уже строить пушки. Стационарные защитные пушки. Мне не дадут ни там ни там нормально добывать. Я это уже понимаю. Все очень жестко на обороне происходит. Блин. Нифига там японец. Офигеть у меня такой толпой. А что так жестко то? Я не понимаю. Что им сделать? Но это слишком жестко. Истребители больше. Потом он кружит. Да. Боты меня как-то не очень полюбили. Так. Кто зло? Ай. Взрывают уроды. Уже арт-удару там пошли. Но я не успеваю. Кажись тут. За дефаться. Блин. Пехота не делал. Просто не успеваю. Посмотрим сейчас конечно. Ну пусть она вряд ли что-то сделает соляного. Это вообще немец что ли? Слушай, это же немец напал. Все, давай фехоту помогать. С двух сторон нападают. Это некрасиво. Что это отметить? Это очень некрасиво. А, средние танки. Ковровочка, возможно, кстати, спасительная. Надеюсь, она нас сейчас спасет. Ну, в принципе, да. Она прям шикарно упала. Ну как? Вот я почему-то винта не достала. Танки у нас с лучками. Япония, видать, не собирается настолько прямо сильно на нас попадать. А вот здесь соперник, конечно, офигевает. Но делаем больше танков. О, у нас средний танк появляется. Как раз таки с грейдом я его апгрейдил. Более мощный будет. Надеюсь, нам сейчас это поможет отбиться. От японца мы здесь кое-как. Вот. Здесь от немца вражеского. Которого сначала за союзника принял. Ну окей, ладно. Хорошо. Надо делать вторичную экономику. Кстати, вторичная экономика это очень полезная штука у немцев. Она также... Это завод синтетического топлива. То есть у нас топлива будет намного больше. На 25 единиц. То есть если одна топливная база она там фигню производит. Ну, можно ее, конечно, грейдить. Блин, убили. Убили, убили, убили. Так, ладно, ставим. Идем вниз отбиваться. Опять же, все очень плохо. Я думал, что японцы отстанут. Но с этим нет. Эти, видите, тоже нападают. Там перестали, а там нападают. Ну мы кое-что тут успели под нас спамить. Не знаю, правда, насколько меня это сейчас спасет. Опять сверху пошел. Да что ж ты будешь делать? Вот. Ну у нас мощное, мощное все. Я пока стратегию не выбирал, но мне денег нету. Я пока еще подумаю, что выбирать. Реально нету денег. Тут не есть хорошо. Ах ты, странного. Пока стандартная армия деремся. Подразделение потеряно. Просто на соплях я тут пытаюсь. Держим, держим, ребята, позиции держим. Лычки получаем. Давай пробуем сейчас опять хоть какую-то защиту поставить. Ну все с тяжестью дается. Да, у немцев действительно очень мощный танк. Если там с советами, допустим, со старта сравнивать. У немцев танки такие мощные, что мы со старта неплохую оборону держим. За счет юнитов причем. Ну и плюс ковровка, то что дается раньше, тоже классно. Так, идем вспомогать. Еще добавляем. Сколько эти танки, кстати, стоят? 800 он стоит. Ну не так дорого. Я просто боюсь, если я сейчас возьму оборону вермах, то как бы у меня эти танки пропадут. И что-то более такое тяжелое мог же появиться, но дорогое. Мне этого не особо хочу. Так. Еще можем грейд сделать в два раза. То есть у нас теперь по топливу вообще можно не париться на самом деле. Слушай, пойдем пробить их, попробуем тогда. Ну вот только я об этом подумал, и на меня начинает с ветками подать. Так. Японец идет, срань, молотный. Модернизация завершена. Сюда пушку, давай. Давай попробуем фил смести. Попробую снести фил. Так. Мы можем делать еще противотанковые пушки. Немецкие будем их тоже сейчас, наверное, делать. Оу, это кто? Это типа Бартон или Снайпер? Нифига! Ты козел, убей его! Блин, что так тяжело с ним, а? Подразделение потеряно. Хироси какой-то, Хиросу. Так, ладно, окей. Так, еще ставим пушки. Немножко японец, казалось бы, успокоился. Здесь надо ХБУ поставить пушку. Она, кстати, на 200 баксов дешевле такой. Ой, бомбовозы пошли. Блин, кинок. Так, они еще и стелс, вот эти штуки. О, у него нет топлива, найс. Бьем, бьем, бьем филд. Блин, в теории, вообще можно было японством со старта заражить налево пойти, но... Решу я так не играть. А, и там еще камикадзе воздушные. Кстати, ран, ран. Я возьму пехоту сброс. А, не дают пушку, что ли, застроить по-нормальному. Еще арт-удар по мне упал. Все, всех сюда. Всех сюда бежим. Подразделение потеряно. Ай. Десант. Окей, ладно. Противотанк его очень хорошо сейчас работают. Ну, масс, жесткий масс пошел у японцев. Я прям вижу, что слишком много всего. Тяжело это будет с моей экономикой сейчас отрабатывать. Хорошо, гранатометчики сбросились в десанте. Ну, они много танков теряют, прям, где-то есть. Очень много. Там нападает, да вы достали. Артиллерию надо бить. Давай еще противотанковых. Они, кстати, дешевые по 500 всего, надо их больше делать. Как же они помогают, а? Ужас. Да, блин, сносят. С двух сторон. Ну, что ж так справедливо-то все происходит. Бомболос. Воевать. Арту вбивать надо. Они везде, 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 везде. Тяжело, тяжело, тяжело. Еще не подпадаем. Поступаем здесь. Так, сверху вроде отбиваемся потихоньку. Просто прут у нас. Что есть силы, блин. Так, больше, больше, больше. Так, кто танков. Так, не больно, а? Как же... Задалбывают. Так, сюда давай. Гранатометчики есть. О, японцы прям меня, конечно, жарят. Там я так быстро сейчас до ранга еще дойду. Жесть. Просто с горем пополам. И то, я думаю, что я не выдержу просто такого. Но это слишком люто. Они атакуют, не переставая. Но ранг получаем. Арт удар возьму. И снайпер еще возьму. Блин, по мне прилетело. А где снайперы? Ладно, мог дам пофилу. А, вот. А, у нас готова опять ковровка. Сюда дадим. Все снесли, мне завод снесли, повышениями. Вышки нельзя давать, это моя экономика. Блин, почему его там в тыл никто не гасит, японцы? Это прям бесит. Просто в тыл его никто не бьет. То есть, у меня будут уродовать, уродовать, уродовать до самого последнего. На! По пехоте давали. А, я взял лучки, что можно у снайперов делать. Все, я понял. Надо их делать. Их тут очень много. У врага. Эй! Да серьезно, стелс камелка. Блин, блядь, блядь. Блядь, блядь. Блин, ну какой тяжелый бой. Оу. Ну тут у нас снайпер. Офигеть, как много всего упало. Не, японцы меня задушат. А что у меня не хватает? А, топлив на них. Ай, в вышке теряются. Твои друзья. Ну, японцы меня просто не отпустят. Это все. Это полный траур. У меня нет денег. У меня вот моя вторичка что-то дает. Назад, назад, назад. Нельзя сливать хюниды сейчас. Просто так. У нас и так нифига нету. Я хочу, чтобы кто-то там в тыл японцев нагибал. Вообще, а, уже два пота отлетело. Нифига себе, ребята, прикиньте. Блин, опять этот козел у меня. Да вы такие писячки. Как здесь воевать? Они вечно нападают. Просто жесть. Убить, убить, убить. Убить, 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 убить. Ай. Моя, сраненькая. Болокна не хватило. И десант еще от этих. Да ты серьезно, блин. Да почему так много на меня? Почему все на меня нападают? Ребят, это полный хардкор. На прошлом ролике говорили, ой, какие-то боты-то здесь слабые. Ага. Да, мне там получилось выиграть, но мне там просто повезло, потому что у меня боты не нападали. Как-то так было. То есть здесь, вы видите, во все щели просто меня имеют. Это жесть. Мы, кажется, будем с вами сейчас бот-сглайну смотреть. Я даже никакую стратегию за немцев так и не выбрал. Ну, просто мне не представилось это возможно. Офигеть. Блин, я хочу реванш. Друзья, хотите увидеть реванш? Пишите в комментариях именно за немца реванш. Ну, это нас прям изуродовали просто. Я долго держался. Я 15 минут, можно сказать, держался. Меня с двух сторон атаковали. Осталось без меня три бота. И я чувствую, что сейчас между собой у них там такое мясо будет. Я, конечно, попробую тут. Но навряд ли что-то получится. Хотя, может быть, сразу КЦ? Сейчас денег накопится. Если сюда никто не придет, я КЦ поставлю. Оно стоит... А-а-а, я 3000 не успею накопить. Но посмотрим, может быть, он успеет мне столько этот завод дать. Сейчас 1900 есть. КЦ стоит 3000. Ну, по 50 баксов это мало. Очень мало. Давай я сделаю казарму. Попробую вот это говно убить. А я уже ничего не успею. Надо было раньше. Нет, замедлено. Нет. Японцы на меня уже настрадили. У нас мало энергии. Так, пехоты. Все, я без денег остаюсь. Да, японцы будут просто добивать. Но посмотрим, как они с этими. Ну, это вроде бы же советов. А, это немцы, да. Там другие немцы остались. На них посмотрим. Ну, это прям мясо. Я хотел вам показать одно. По итогу показал совсем другое. Советы здесь, кстати, красные. Ну, советы при чем? Посмотрите, они японцев тушат здесь. Японцы! Алло, нахрен вы меня били? Да ну! Вот если бы я чуть-чуть дождался. Если бы я чуть-чуть дождался. Советы втоптали бы японцев. Я бы выжил. Ну, там немцы мешали. У меня такое ощущение, что советы победят. Кстати, а немцы что выбрали-то у них тут? Ну, я не вижу у них тяжелых танков, у немцев, кстати. А, ну вот. Это что за танк-то? Тигр, наверное. А, не дает. Это из большой фабрики он вышел. Японцы все. Японцы в трауре. Я не знаю, о чем они думали. Ну, бот и думать это очень разные штуки. Поэтому... Я думаю, сейчас совет просто зажарит немца здесь без вариантов. Он без топлива сидит уже очень долгое время. У него просто нет топлива, он тупой. Ну, а японец, до свидания. Кстати, возможно, если бы не я, если бы меня японец очень быстро вынес, тут было бы мясо между японцами и советом. Потому что японец-то слишком оказался. Но сейчас будем смотреть, как совет просто будет втаптывать немца. Блин, очень хочу реванш. Тредний танк Т-34 советский. Ну, кстати, играет тяжелые САУшки. Совет тут взял стратегию не стелса, а стратегию тоже тяжелой техники. Всякие ПТшечки здесь катаются. Да, средние танки Т-34, но с грейдами. Очень много мощных танков ПТ всяких у советов. Немец дает арт-удар. Тут уже снизу будет наступать немец. Только сейчас добился топлива. Офигеть. Ого, у немцев такая штука есть, интересно. Кстати, вот я до нее не дошел. Стационарная артиллерия, блин. Ими за оборониться, вообще, наверное, будет классно. Но тут все, тут уже, я думаю, без каких-либо вариантов. Без каких-либо шансов, просто. Совет затюкает бедного немца. Просто затюкает. Ну, красиво все это смотрится, конечно, очень красиво. Бегают ребята, идет война. Немецкие из-гранатометчики. Смотрится классно. Ну, что ж. Последний такой рубеж, который осталось советом пройти. Танки прут советские. Ну, а немцы тут. Да, у немцев все очень плохо. Оу, десант. Советский десант. У немцев просто нет топлива. Вот оно появляется, немецкое топливо, но ненадолго. Жесть. Просто жесть. Да, советы всех сломали, друзья. Ну, особо здесь я не удивлен при такой игре, что меня пушили вдвоем. Получается, два бота на меня держали акцент. Совет просто разбил других двух ботов. И как бы все. Могла бы игра поменяться, если бы я зарашил японца. Слева. Или этого не... Ну, хотя, если бы я зарашил японца, на меня там немец потом нападал. То есть, тут как бы... Зарашил одного, получил бы от другого. У совета временно не было топлива. Но немец, то все. Он остался без командного центра. Мы, конечно, досмотрим это. Выглядит все эффектно, красиво. Да, очень много, очень много у СССР войск. Это, кстати, единственный СССР-вист был. На карте было два японца. Вот тут видно слева. Два немца вместе со мной. Два японца. И все-таки один был союзник. Но его вынесли. Его вынесли. Где здание? Все. Все, это GG. Сейчас посмотрим по нем статистику. Очень интересно. Так. Нифига себе. Японец, который нас бил по статистике самый первый. То есть, в теории, если бы он меня убил, он бы реально с советом замесился бы. Я ему все испортил. Он создал 570 танков. Потерял 585. Уничтожил 491. И по экономике добыл 70к. Офигеть. Вот он совет. Он по экономике проиграл сильно японцу. Розовый немец. Тот, который был надо мной. Блин, просто вот они в топе. Они меня месили. У него 54. Но я, кстати, второй по экономике 63 тысячи добыл. Ну и здесь быстро одного японца смели. Союзник вообще ничего не смог показать. 15 тысяч добыл. 166 войск создал. Ну как бы. Я, кстати, по войскам вообще 131 самый лох. Но держался, блин, как мог. Держался, как мог. Что ж, дорогие друзья. Оставляйте свои мнения в комментариях. Что нам дальше продолжить. Смотреть японца, союзника или реванш дать на немцах. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Я с вами не прощаюсь. Также не забывайте про группу ВКонтакте и Дискорд канал. Продолжение следует.